Не прошло и сто лет, как Microsoft сумела удивить игроков, добавив в подписку одну из самых замечательных игр столетия под названием Scorn. Проект вышел весьма интересным, с отличным геймплеем, а самое главное, с глубоким для многих сюжетом. После того, как я прошел этот проект, я понял, что такое искусство, и наконец-таки могу искренне порадовать за то, какая теперь игра доступна для обладателей Xbox. Скорее всего, вот такой вот ролик у меня был бы на канале, если бы я был отбитым билибоем. Но с вами Джамбу Макс, сегодня мы поговорим о Scorn, поэтому с вас обязательно лайкусик, подписочка на канал, кстати, до 100к осталось недолго, поэтому подсобите. Начнем, пожалуй, с того, что этот проект вообще заносили 6 лет назад. Признаться, за все эти 6 лет Scorn реально потерпел изменения и, на мой взгляд, реально обрел свежий вид. Конечно, как он изменился в геймплейном плане, точно сказать не могу, но мне кажется, визуально вы и сами видите разницу. Пару лет назад, Microsoft объявили, что Scorn появится с первых дней подписки Xbox Game Pass, и взяли его под свое эксклюзивное крыло, дабы порадовать подписчиков, ну и вроде как обзавестись хорошим проектом для своей игровой платформы. Получилось ли это? Ну, наверное, не совсем. Первая проблема данного проекта заключается в том, что народ недопонял, что это за игра. Все почему-то представляли, что это некий Doom, что это некая игра про чужого, но оказалось совсем не так. С точки зрения визуала и кишков на стенах, может быть, и получилось что-то схожее создать, но вот с точки зрения геймплея и общего взгляда на игру, вообще нет. Scorn это прежде всего головоломка, которая вообще ничего схожего с каким-то Doom и с игрой про чужого не имеет. Весь геймплей ее состоит из того, что вы ходите по однотипным коридорам в поисках каких-то объектов, с которыми можно взаимодействовать. Тут вам никто и ничего объяснять не собирается. Зачем, почему, для кого, куда, тут такого нет. Если вы настоящие ненормезы, можете придумать повествование себе сами, ну и в принципе порадоваться. Я не шучу, в этой игре вообще нет какого-либо повествования, какой-то записки, какого-то там, не знаю, внутреннего голоса хотя бы, чтобы кто-то объяснил, что вообще здесь происходит. То есть реально понимания о мире там нет вообще никакого. В нашем телеграм-канале, кстати, обязательно подписывайтесь, ссылочку оставлю в описании, я наткнулся на забавный комментарий, где отсутствие какого-то сюжета и введение игрока в курс дела, в игре, кстати, реально нету ни одной подсказки. Оправдывают это тем, что, видите ли, это игроки так задеградировали и, мол, вот им тупым подавая подсказки и сюжет. Не то, что мы, высокоинтеллектуальные существа этой планеты, которые любим абсолютно все, что добавляется бесплатно в подписочку Xbox Game Pass. Мне еще очень нравится, как игроки зачем-то оправдывают эту игру перед кем-то, выставляя себя неким экспертом, неким ценителем искусства. Которые могут понять смысл абсолютно везде и даже тогда, когда его вообще нет. Поэтому, если вдруг вы не поняли игру, если она вам не понравилась, то готовьтесь, что у таких людей вы, скорее всего, будете в списках тупых нормизов. Увы. Признаться, введения в курс дела в этой игре реально не хватает и, на мой взгляд, начальная часть игры этим и сложна, поскольку ты не знаешь, с чего начать, бегаешь везде, все пробуешь и потом уже допираешь куда, что и зачем. Кайфового от этого, ну, пожалуй, нет, ибо у вас нету цели, нету мотивации, да если честно, ее во всей игре попросту нет. Единственное, за что можно действительно похвалить проекта, это за визуал. Он тут реально жутко натуральный. Объективно добиться такой атмосферы и жуткой картинки у разрабов получилось на все 100%. К тому же, они очень старались над звуками, ты вечно слышишь какие-то непонятные звуки слизи. И в целом, за счет всего этого, тут есть реальное погружение во все это мясо, там, кишки и некоторые сцены, выполненные реально крипово. Понравилась еще идея с видом оружия, что, мол, ты просто меняешь некие переходнички и выглядит это реально интересно. И, кстати, очень напомнило эту сцену из фильма. Поэтому визуал здесь интересно жуткий. И не сказать, что это как-то страшно, но становится не по себе иногда, это реальный факт. Если проект рассматривать в качестве визитной карточки студии, которая ее делает, то он неплохой, поскольку этим проектом они показали, что не могут создать действительно жуткую атмосферу. За это реально респект, но вот за остальное, ну, что-то такое. Многим, наверное, еще интересно, касаемо скримеров. Сколько же их? На самом деле, немного. То есть, чего-то мега страшного от этой игры ждать не стоит. Кстати, почему эта игра не вышла на Xbox One, понятия не имея, ибо, смотря на визуал, ее, мне кажется, можно было бы оптимизировать в более низком качестве производительности. Но, майки, видимо, решили удариться в Next Gen, типа, ну, не зря же вы Xbox Series купили, хоть какой-то там смысл. Несмотря на то, что в трейлере частенько мелькали оружие, боевая система тут тупо никакущая. И реально скучно и прочь в некоторых моментах попросту убегать от трех типов врагов. Да, на вас может напасть харкающийся боевой петух, харкающая рептилия и баран без врагов, который вас может снести. И чтобы с ними расправиться, по большей части, ну, мне кажется, большинство игроков использовало что-то по типу отбойника, поскольку у него попросту не кончаются патроны. Конечно, у вас еще будет там пистолет, дробовик, еще кое-что, но веселей от этого не становится, ибо нормальных схваток тут практически нет. Чтобы вы понимали всю веселость боевой системы, то вот вам одна из битв. Единственная радость и, скорее всего, наличие боевой системы заключается в моменте ближе к концу игры, когда вам дают некого босса. Этот момент у меня вызвал хоть какой-то интерес, ибо надо было его разгадать, как победить. Поскольку после однотипных заданий, где ты просто плутаешь в поисках взаимодействия с предметами, это кажется глотком свежего воздуха среди всей этой духоты. Конечно, иногда нужно поломать мозг, это там типа в пятнашках, некой мозаики с огоньками, но нормальных головоломок там реально немного. И сложность, по большему счету, заключается именно в поиске нужных коридоров и точек взаимодействия. Чтобы вы понимали, объекты, с которыми можно взаимодействовать, они ничем друг от друга не отличаются. И если вдруг ты потерялся, иногда ты можешь пробежать нужное направление, думая, что ты там уже ходил, и ты это уже нажимал. Я понимаю, что это может быть фишкой игры, но интереса это не придает вообще, а лишь искусственно растягивает игру. Да, если что, на ютубе я уже видел видос, как один из парней там ее пробежал где-то за два с половиной часа вместе со всеми кассценами. И, пожалуй, единственный байт полного прохождения этой игры лично у меня заключался лишь в вопросе, а смогу ли я разгадать все эти загадки? Как вы поняли, я смог, но счастливее я от этого не стал. И, как говорится, отвергаешь предлагай. На мой взгляд, игра была бы куда интереснее, если у главного героя был бы внутренний голос, который бы хоть как-то намекал о том, что тут вообще происходит. И каждый путь головлонки, а именно некий переход на новый акт сопровождался бы не бессмысленной ачивкой, а боссом с загадкой, которую также нужно разгадать. Но тут такого, к сожалению, нет, и вообще зачем это, если это по подписке и так все это схавают, ну? Если говорить об игре в общем, то ее можно похвалить лишь за визуал, не более. Ибо остальное могут оправдать лишь те, кто действительно ценит халяву по геймпассу. Посоветовать эту игру к прохождению я могу лишь, наверное, в том случае, если вам нравится стилистика игры, и вы прошли абсолютно все игры на планете, и ничего больше не осталось, кроме Скорна. Я, если честно, даже как-то отчасти был расстроен проектом, поскольку история, опять же, продолжается. Очередная, бессмысленная затычка для Xbox Game Pass. Если бы не пиар от Microsoft и не добавление данной игры в подписывающий геймпасс первого дня, то вряд ли бы об этой игре, мне кажется, вообще заговорили. Знаете, я еще вспомнил, как бойцы из консольных войн приписывали Скорн к одному из самых громких релизов в этом году. Мол, ну у вас Horizon, у нас есть Скорн, как это Xbox без игр, у нас есть Скорн? Лучше больше не упоминайте его. Не, ребят, это реально не та игра, которой бы гордился бы Xbox, и не та игра, которую ты посоветуешь абсолютно всем. Эта игра реально крайне нишевая, она многим попросту не понравится. И у меня, на самом деле, до сих пор вопрос к Филу, почему он выбирает именно эти проекты, которые, ну, вообще ничем не примечательны, кроме какой-то, может быть, одного фактора. Может быть, потому что они дешевле, да, как бы, может быть, все-таки ответ именно в этом, но, честно, ну, как-то веселее от этого не становится. В общем, играть в эту игру или нет, решайте, конечно же, сами, но лично для меня эта игра просто затычка для Xbox Game Pass, не более. На этом, в принципе, все. Вот так вот у меня мнение об игре. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok